МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда новостей телеканала Хабар 24 продолжает держать вас в курсе происходящего в студии. Алмаз Ашим, добрый день. В Кокштау появилась первая в Казахстане аллея ветеранов органов внутренних дел. Церемония открытия прошла накануне профессионального праздника полицейских. И в этот же день презентовали обновленные ведомственные музеи и открыли новый опорный пункт полиции. Подробности в сюжете. На сегодняшний день состав Республиканского совета ветеранов насчитывает более 65 тысяч пенсионеров. И открытие аллеи – это дань уважения к старшему поколению. Инициатива, надеются полицейские, будет поддержана и другими регионами. А уютный сквер станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей города. Это уважение к старшему поколению. И вот в честь этого они открыли специально, как говорится, эту аллею, чтобы на этой аллее встречались, отдыхали наши ветераны. И здесь, как говорится, бывали наши молодые сотрудники органов внутренних дел, молодые полицейские. И брали пример со старшего поколения. Не забывают полицейские и ушедших из жизни коллег. Один из них – депутат Сената парламента, полковник Кайрула Искендиров. На здании городского управления полиции в честь него установлена имена и мемориальная доска памяти. А далее – дань уважения и сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Обновленный ведомственный музей департамента полиции насчитывает более пяти с половиной тысяч экспонатов. Наглядная история охватывает эпоху от советской милиции до полиции независимого Казахстана. В этом музее будет проводить мероприятие патриотического характера. Молодых сотрудников будем здесь обучать, показывать им нашу память. Здесь практически весь исторический документ, предметы, форма одежды, фотографии наших сотрудников, пенсионеров. Здесь сохранено и как бы оно разложено по порядку. В преддверии профессионального праздника стражи порядка в Кокшетау открыт и новый опорный пункт полиции. Он расположен в здании областной больницы. Его сотрудники будут доберегать покой жителей этого района. В целом безопасность в Акмолинской области обеспечивают порядка трех тысяч полицейских. Азамат Казжанов, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Кокшетал, Хабар-24. В столице почтили память тех, кто погиб на службе. За 28 лет при исполнении обязанностей из жизни ушли порядка 800 стражей порядка. Еще больше трех с половиной тысяч получили ранения. Сегодня полицейские возложили цветы к монументу и почтили память героев минутой молчания. Здесь же в честь праздника 20 выпускников вузов МВД, которые учились на отлично, получили лейтенантские погоны. С днем казахстанской полиции коллег поздравил министр внутренних дел Ерлан Тургубаев. Кроме того, порядка 700 работников силовых структур, которые особо отличились на службе, получили ведомственные награды и медали. Сегодня мне присвоили досрочно очередное звание подполковника. Это не только моя заслуга, это заслуга моих родителей, что они меня так воспитали. Заслуга моей супруги с детьми, что они терпят, что я пропадаю постоянно на работе. Также заслуга моих, наверное, наставников и старших товарищей, на которых я постоянно смотрю и тем самым учусь. Всех с праздником, замечательным этим. Сотрудники полиции, они всегда на первом рубеже. Здоровья им крепкого. Двойная трагедия произошла в Восточном Казахстане. Неподалеку от города Шиманайха утонули двое мужчин 1971 и 90 годов рождения. Спасатели продолжают искать их тела. Всего за минувшие сутки водная стихия унесла жизни шестерых казахстанцев. ЧП произошли в Мангостаусской, Актюбинской и Алматинской областях. Практически все погибшие купались в местах для этого непредназначенных. К событиям в мире ажиотаж в Тбилиси начался после приезда в столицу депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Политик прибыл в Грузию для участия в 26-й сессии межпарламентской ассамблеи. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. И это вызвало недовольство оппозиции и спровоцировало многотысячную акцию протеста в городе, которая переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Но митингующие подчеркивают, что акция носит исключительно мирный характер. В первую ночь пострадали 240 человек. Из них 80 полицейских. Были также задержаны. В пятницу в отставку ушел глава парламента Грузии Ираклий Кабахидзе. Второй вечер и ночь были более спокойными. Работал свободный микрофон, собралось много молодежи. Участники акции требуют отставки министра МВД Георгия Гахария, а также требуют привлечь к ответственности власти за события, которые произошли в ночь на 20 июня. С тех пор, как мы пришли к власти, у нас всегда было высокое доверие перед людьми. Мы прислушиваемся и считаемся с мнением народа. А те, кто были во главе акции, получат по заслугам. Что касается работы полиции, они проявили большую выдержку. И только когда митингующие повели себя агрессивно, они ответили демонстрантам. Полиция показала выдержку и высокий профессионализм. Применение силы это была вынужденная мера, потому что нужно было сдержать агрессию. Очень плохо, что в это время пострадали мирные граждане и полицейские. Конечно, мы сделаем все для скорейшего выздоровления всех раненых и пострадавших. Действующая партия выбрана демократическим путем. И она продолжит управление страной в соответствии с высокими европейскими стандартами. Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил удар по Ирану. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттер. По его словам, американские военные были готовы атаковать сразу три объекта. Но узнав о числе возможных жертв, он отменил нападение. Трамп посчитал непропорциональным такой шаг в ответ на сбитый беспилотник. От планируемого авиаудара должны были погибнуть не менее 150 человек. Напомню, накануне военно-воздушные силы Ирана сбили американский беспилотник. По версии США, в момент атаки он находился на территории международных вод. Иран же заявляет, что устройство нарушило воздушные границы. Из-за обострения ситуации в регионе США готовят эвакуацию порядка 400 человек из Ирака. И при этом американские военные там останутся. Миротворец и медиатор, так называют ельбасы, ведущие политологи Южной Кореи, в стране утренней свежести, для которой актуальна проблема ядерной угрозы, особо подчеркивают вклад Нурсултана Назарбаева в деле нераспространения ядерного оружия. Мнение экспертов выслушал наш корреспондент Владислав Цой. В последние годы Казахстан в центре внимания южнокорейских политологов. Причина – сближение Сеула и Пхеньяна и надежда на то, что в КНДР постепенно избавится от ядерного арсенала. А самый удачный пример в мире – казахстанский. Формула Нурсултана Назарбаева проста – донуклеаризация в обмен на гарантии безопасности от ведущих мировых держав и иностранной инвестиции. В Сеуле также помнят об усилиях детища и эльбасы СВМДА. Этот международный форум 12 лет назад осудил захват талибами южнокорейских заложников. Я думаю, что роль президента Назарбаева в развитии Казахстана превосходна. Республика заняла очень важное место в международном сообществе. Удивительно, как, находясь в Евразии, можно было добиться председательства Совета безопасности ООН и создать механизм СВМДА для сотрудничества с азиатскими странами в различных отраслях. И хотя модели Казахстана и Кореи по ядерному разоружению разные, я думаю, Северной Корее пригодится опыт Казахстана в налаживании сотрудничества с международными организациями после отказа от ядерного оружия. Эксперты также отмечают усилия эльбасы по решению международных конфликтов не только в Иране и Сирии. Нурсултан Назарбаев предлагал КНДР предоставить площадку для переговоров по ядерной проблеме. Идеи Нурсултана Назарбаева продолжают приносить пользу. Это, в частности, инициатива о создании Банка ядерного топлива. Я считаю, что в Казахстане самая безопасная и мирная политика в Азии. И хотя президент Назарбаев досрочно сложил свои полномочия, он остаётся председателем Нур-Отана и Совета безопасности, поэтому и в дальнейшем будет участвовать в развитии страны. Я вспоминаю случай Сингапура, когда премьер-министр и после отставки продолжал участвовать в государственных делах как наставник. Я думаю, что новому правительству во главе с Токаевым тоже пригодится богатый опыт Назарбаева. А пока в Пхеньяне думают, избавляться от ядерного оружия или нет, в Сеуле прилагают усилия по организации третьего саммита лидеров США и КНДР и продолжают приводить в пример успешный безъядерный Казахстан. За годы руководства Нур-Султан Азарбаев выработал свой неповторимый стиль управления. Он всегда отличался глубиной мысли и нестандартным взглядом на привычные вещи. Об этом отметил председатель Союза писателей Казахстана Нурлан Уразалин. Он вспоминает, что особенно интересно было наблюдать за Ельбасе во время важных переговоров, ведь он человек, который умеет оценивать ситуацию и не боится рисковать. Приходилось несколько раз брать более развернутое интервью. В этих интервью он свободно, смело говорил о тех недостатках, когда переживал народ Казахстана. О тех перспективах, о которых может в ближайшее время случиться в этом пространстве. И все это было, знаете, от гибкости мыслей, еще от того, что он сумел как-то анализировать все то, что происходило во всем мировом пространстве. И он сочетал это привить на примере Казахстана. Я думаю, что вот этот подход, он до сих пор в нем есть, он до сих пор может оценить каждую ситуацию. Казахстан. 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 Больше двух лет известная казахстанская журналистка Галина Полевая борется с онкологией. Сейчас она ходит в специальном корсете, в котором на самом деле сложно двигаться. Галину мучают страшные боли, но отказаться от него тоже нельзя. Точнее, сейчас нельзя. С ним можно будет распрощаться навсегда после дорогостоящей операции по укреплению позвоночника и реабилитации. Сумма, которую запросили зарубежные специалисты, для семьи нашей коллеги действительно неподъемная. Но вместе, всей страной, мы можем собрать эти деньги. На экране вы видите реквизиты, куда можно отправлять свои пожертвования. Более подробная информация опубликована в соцсетях. В фейсбуке на странице «Галина Полевая живи» и «Мама живи» в инстаграме. Талгат Куспаев, Анастасия Валикжанина, Алматы, Хабар, 24. Сейчас Галина Полевая проходит лечение в Турции, где ей предстоит тяжелая и дорогостоящая операция. Семья комментатора собирает необходимую сумму и просит откликнуться каждого, кто в силах помочь. Все подробности настоящей трагедии сегодня в эфире нашего телеканала «18.15» в программе «Интервью». Гостем студии станет глава дирекции спорта Национального олимпийского комитета Казахстана Ильсия Арканагатов. К другим темам в приоралии стартовал Международный симпозиум художников. Он проходит в рамках программы «Рухани Жангру». Помимо отечественных мастеров живописи, в нем участвуют 20 заслуженных деятелей изобразительного искусства из Узбекистана, Кыргызстана и России. В течение нескольких дней они будут делиться опытом и работать над новыми полотнами, которые отображают красоту Великой степи, быт и творчество казахского народа. Позже работы участников симпозиума представят на выставке в Казлардинской художественной галерее. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого.